Александр Сергеевич Пушкин. Время невластно над этим святым для России именем. Более того, чем дальше отодвигается от нас Александр Сергеевич Пушкин во времени, тем ближе он становится нам, и тем проникновенней звучит его слово. Слово поэта, восславившего свободу и призывавшего милость к падшим. Именно к падшим, то есть согрешившим, оступившимся, но не носителям зла. Он, как никто другой, осознавал величие русского языка. И в своем творчестве он явил все его богатство, всю его мощь и красоту во всей его полноте. Александр Сергеевич Пушкин. Он свои мудрые мысли, благородные мысли, излагал с такой ясностью, что его язык доступен для понимания и ребенку, и юноше, и старцу. Велик наш Александр Сергеевич Пушкин. Ибо то, что прозвучало из его уст 200 лет тому назад, звучит, как сказанное сегодня. Я прочту отрывок из его исторической элегии Андрей Шенье. Он посвятил ее великому поэту Франции, ставшему жертвой великой французской революции. Ты, слово, звук пустой. О, нет! Умолкни, ропот малодушный. Гордись и радуйся, поэт. Ты не поник головой послушной Перед позором наших лет. Призрел ты мощного злодея. Твой светоч грозно-пламенея Жестоким блеском озарил Совет правителей бесславных. Свой, твой бич Настигнул их, Казнил всех палачей. Самодержавных Твой стих Свистал по их головам. Ты звал на них, Ты славил Немезиду, Ты пел Маратовым Жрецам кинжал И деву Авмениду. Это богиня Справедливой Мести. Когда Святой старик От плахи Отрывал Венечную Голову Рукой Оцепенелой Ты смело Им обоим Руку дал И перед нами Трепетал Ариопак Остервенелый Остервенелый Потому что Ариопак Это трибунал Революционный Трибунал Робеспьера Заливший Францию Кровью Французов Гордись Гордись Певец А ты Свирепый Зверь Моей Главой Играй Теперь Она В твоих Когтях Но Слушай Знай Безбожный Мой Крик Мой Ярый Смех Преследует Тебя Пей Нашу Кровь Живи Губя Ты Все Пигмей Пигмей Ничтожный И час Придет И он Уж Недалек Пойдешь Тиран Негодование Воспрянет Наконец Отечество Рыдание Разбудит Угнетенный Рог Теперь Иду Пора Но Ты Ступай За мной Я Жду Тебя И Это Сбылось Предсказание Андрея Шинье Сам Он был Казнен На Гильотине Двадцать шестого Июля Тысяча Семьсот Девяносто Четвертого Года И Через День На Этой Жегиль Етине Был Казнен Его Палач Робеспьер А Следом За ним И его Соратники Якобинцы Велик Александр Сергеевич Пушкин Ибо Сказанное Им Двести Лет Назад Звучит Как Сказанное Сегодня День